Первый вопрос для голосования озвучила председатель Комитета финансов Ирина Борисова. Он касался внесения изменений в решение Совета депутатов о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Необходимость внесения изменений вызвана ухудшением экономической ситуации в связи с распространением коронавируса. В соответствии с проведенной Комитетом финансов оценкой ожидаемых поступлений доходов в 2020 году в бюджет Раменского городского округа, а также с учетом оценки выпадающих доходов консолидированного бюджета Московской области, проведенной Министерством экономики и финансов, предлагается сократить доходную часть бюджета на 1 миллиард 130 миллионов 136 тысяч рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 941 миллион 328 тысяч и средства областного бюджета 188 миллионов 808 тысяч рублей. К сожалению, приходится констатировать, что пандемия и самоизоляция повлияли на основной финансовый документ и финансовые положения. Сокращение прошло по тем видам налоговых доходов в основном, которые связаны с бизнесом. Это НДФЛ прежде всего, налог на взимаемые в связи с упрощенной системой налогообложения, налог по патентной системе налогообложения, налог на вмененный доход. Вот все, что связано с бизнесом. Но тут поделать, наверное, ничего нельзя. Так сказать, жизнь есть жизнь. Мы на комиссии рассмотрели, Ирина Викторовна Борисова подробно ответила на все наши вопросы. И для того, чтобы рабочий процесс не останавливался, связанный с основным нашим финансовым документом, бюджетом, комиссия рекомендовала к принятию бюджет с изменениями. Изменения бюджета Раменского городского округа были приняты депутатами. Следующий вопрос о предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков льгот по уплате земельного налога. Это касается организаций, на балансе которых учтены здания и помещения, используемые для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Налоговая льгота устанавливается при выполнении двух условий. Снижение всем арендаторам, деятельность которых приостановлена, арендной платы не менее чем на 50%, и сумма снижения арендной платы должна быть не менее чем двухкратный размер налога на имущество по данному объекту недвижимости и земельного налога, на котором расположен данный объект недвижимости, за период действия режима повышенной готовности. Льгота предоставляется на период с 1 марта и до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года. Депутаты рассмотрели вопрос об утверждении положения о порядке предоставления жилых помещений Муниципального жилищного фонда Раменского городского округа под договором коммерческого найма. Муниципальное жилье доступно на условиях коммерческого найма не льготным категориям населения и не тем, кто годами стоит в очереди. А чаще всего такая форма предоставления жилья выбирается для специалистов, дефицит которых требует привлечения в Раменский городской округ специалистов. Средства, получаемые от передачи данных помещений, поступают в бюджет района и распределяются на приоритетные цели. Также депутаты проголосовали за внесение изменений в порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Раменского городского округа. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному фонду, должны быть пригодными для проживания граждан, то есть отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства, быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта. В целях удовлетворения протеста прокуратуры предлагается внести изменения в указанный порядок, а именно в пункты 1.11 и 1.12 порядком предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Раменского городского округа, дополнив их соответствующими требованиями, предусмотренными правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду. Решением Совета депутатов в перечень документов для предоставления помещений специализированного жилфонда добавлен СНИЛС. Начальник управления правового обеспечения Светлана Башкевич внесла на рассмотрение депутатов вопрос об изменении проведения публичных слушаний. Их предложено проводить в режиме видеоконференции. Мнения депутатов на этот счет разделились. По решению Совета депутатов Раменского городского округа публичные слушания могут проводиться посредством видеоконференц-связи. Информирование жителей Раменского городского округа о проведении публичных слушаний посредством видеоконференц-связи осуществляется на официальном информационном портале www.ramenskaya.ru в официальном печатном издании городского округа газете «Родник», а также в социальных сетях. Что касается исключения пункта о голосовании на публичных слушаний, то здесь мнения разделились. Часть членов комиссии была согласна с тем, что данный пункт нужно исключить, поскольку действующее законодательство не предусматривает голосование на публичных слушаний. Сами публичные слушания являются инструментом отражения мнения граждан и носят рекомендательный характер, а окончательные решения все равно принимают Советом депутатов. Но некоторые члены комиссии все-таки настаивали на том, что данный пункт оставить в положении. И мы по итогам заседания комиссии выходим с двойным мнением, и, видимо, вопрос должен решиться голосованием. Большинством голосов вопрос был решен положительно. И далее депутаты обсудили ряд имущественных вопросов. В частности, о предоставлении мер поддержки при предоставлении имущества, находящегося в собственности Раменского городского округа. Предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отсрочку по арендной плате за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности Раменского городского округа, а также земельными участками, находящимися в собственности Раменского городского округа за период с 1 марта 2020 года по 1 октября 2020 года. Определить, что мера поддержки предоставляется на период с 1 марта 2020 года до дня прекращения действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлено постановлением губернатора Московской области в размере арендной платы за пользование имуществом по договору аренды. И за период со дня прекращения действия режима повышенной готовности до 1 октября 2020 года в размере 50% арендной платы за пользование имуществом по договору аренды. Определить, что данная мера, установленная пунктом 1 данного решения, распространяет свое действие исключительно на юридических лиц индивидуальных предпринимателей, осуществляющих основной вид деятельности, который указан в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденной постановлением правительством Российской Федерации, а также основной вид деятельности которых указан в постановлении правительства Московской области. Такая мера поддержки предоставляется по письменному заявлению арендатора, а арендная плата за период отсрочки будет взиматься в 2021 и 2022 годах поэтапно равными платежами. По этому вопросу депутатами также было принято положительное решение. Антон Карташов и Елизавета Скрябина для программы Городские вести.